День Города Лужа в центре города не высыхает. Во дворе дома номер 41 на улице Первомайской постоянно стоит вода. По словам местных жителей, виноваты проблемы с коммуникациями. Подробности в сюжете Дина Исляевой. Это лужа что-то вроде местной достопримечательности. Она не высыхает даже летом в жаркую погоду. А людям наставляет массу неудобств. Неудобно парковаться и невозможно пройти к домам. В подвалах периодически стоит сырость. Пройти к подъезду можно разве что в резиновых сапогах. С виду и не скажешь, что это самый центр города. Двор 41 дома на Первомайском проспекте больше напоминает болото. А сейчас вот нет воды, иду тут в обход. А когда дождик или чего, да-да-да, вот тут так. Я еще думал про это, Господи, говорю. Ну когда-нибудь тут хоть что сделать, чтобы идти напрямую-то. Почтальон Инна вынуждена пробираться к соседним домам через грязь, чтобы доставить письмо или газету. Ну неудобно, конечно. Приходится обходить. Не очень-то бы хотелось. Но хотелось, чтобы тут все было так чисто, аккуратно. А тут всегда такая вот стоит вот эта вот грязючина. Сейчас лужа диаметром 15 метров. По словам местных жителей, вода здесь стоит из-за проблем с теплосетью. Они уже обращались во все возможные инстанции, но проблема так и не решилась. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Выстрелил в голову и скрылся. В официантку одного из рязанских кафе неизвестный стрелял из травматического пистолета. Орудия нашли на месте происшествия вместе с шестью гильзами от патронов. В ситуации разбирался Валерий Седов. Поступил сигнал тревога. Дежурная группа на выезд по адресу. На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны по городу Рязани вызов поступил днем 10 октября. На каждое сообщение сотрудники реагируют оперативно. Их обмундирование – это бронежилет, защитный шлем и табельное оружие. Дежурной бригаде сообщают только специальный код, три цифры которой не разглашаются. Каждая такая комбинация обозначает ситуацию, с которой предстоит столкнуться сотрудникам отдела вневедомственной охраны. В этот раз вызов поступил из Рязанского кафе, где в ходе ссоры посетитель открыл стрельбу. Травму получила 43-летняя работница заведения. И хоть мужчина стрелял из травматического пистолета калибра 9 мм, пострадавшую женщину с ранением в области головы доставили в больницу. Мужчина с места происшествия скрылся. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обследовали близлежащую территорию и задержали злоумышленника. Им оказался житель Московской области, 1980 года рождения. По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области, разрешение на изъятый травматический пистолет у гражданина имеется. В настоящий момент проводятся расследования, выясняются причины произошедшего. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сразу несколько аварий с участием большегрузов. Одна из них произошла в Рязани, вторая в Путятинском районе. В обоих пострадали водители. Подробности знает Мария Рудая. Темная ночь, дорога, свет фар, одно мгновение. И грузовик «Вольво», который следовал со стороны Москвы, врезался в стоящий автомобиль «ДАВ». 11 октября примерно в 3 часа в Рязани на 169-м километре автодороги «Урал» 48-летний рязанец, управляя грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом, двигаясь со стороны Москвы, по предварительной информации, совершил наезд настоящий грузовой автомобиль «ДАВ» с полуприцепом под управлением 30-летнего водителя. Для этого происшествия водитель «Вольво» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузов произошло 10 октября в Путятинском районе. 45-летний житель Ростовской области, управляя грузовым автомобилем «Хёнде», сдвигаясь в сторону Москвы, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего совершил столкновение с остановившимся перед пешеходным переходом грузовым автомобилем «Рено» под управлением 29-летнего жителя Ульяновской области. Вообще, статистика административных нарушений на дорогах за прошедшие 9 месяцев этого года довольно печальна. Цифра превысила 1 миллион случаев, а между тем, по словам сотрудников госавтоинспекции, именно нарушения правил часто становятся причиной аварий. Наиболее распространенной причиной ДТП является грубое нарушение правил дорожного движения. Это такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение очередности проезда, а также несоблюдение безопасной дистанции. Наиболее высокую тяжесть впоследствии имеют дорожно-транспортные происшествия, происходящие на федеральных трассах. На таких участках уличной дорожной сети скорости, как правило, наиболее высокие. Еще одна распространенная причина ДТП – это вождение машины в нетрезвом виде. Почти 2400 человек сели за руль в состоянии алкогольного опьянения в этом году. Мария Руда, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Уголовную ответственность за лайки и репосты могут отменить, но только при однократном нарушении. В соответствующие поправки в закон предложил внести президент Владимир Путин. Первый раз виновных будут привлекать к административной ответственности. Вступившие в силу приговоры за лайки и репосты будут пересмотрены. Такой законопроект в Государственную Думу внес президент Владимир Путин. Он предложил исключить уголовную ответственность из части первой статьи 282 Уголовного кодекса, которая называется «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и заменить ответственность на административную. Правда, только при однократном нарушении. В Рязани с начала года было зафиксировано около 20 правонарушений по этой статье. Как правило, подростки – это публикация враждебных постов, враждебных комментариев, которые там основаны на, например, антисемейной пропаганде, то есть там по отношению к полу. Потом были случаи по религиозным мотивам. За первый лайк или репост материала, признанного экстремистским, будет предусмотрена административная ответственность. Юридическим лицам придется заплатить от 250 до 500 тысяч рублей. Сумма штрафа для физических лиц составит 10-20 тысяч рублей. Наказание можно будет заменить обязательными работами в размере 100 часов. Также будет возможен административный арест до 15 суток. Однако изменения коснутся лишь первой части статьи 282. Есть еще статьи и 280, и 281, прим. 1, прим. 2. То есть там это преступления экстремистской направленности, которые связаны с созданием экстремистских организаций, которые покушают на государственный строй, на конституционный строй Российской Федерации. Эти преступления остались. При этом специалисты отмечают, что высказывать свое мнение в сети можно, но критиковать нужно с умом. Если это в отношении как к личности применять, то никаких проблем не будет. Но если мы берем какую-то группу лиц, задеваем целое, ну по каким-то признакам объединение, тут уже можно говорить о создании вражды ненависти. Надо формировать более лайтовый, дружелюбный контент. По мнению экспертов, смягчение законодательной нормы вызвано ее бездумным правоприменением. Они отметили, что принятие нового законопроекта должно положить конец практике привлечения граждан к уголовной ответственности за лайки и размещение чужих материалов. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Инновационные технологии в медицине – это название 4-й Всероссийской научной конференции молодых специалистов, аспирантов и ординаторов. Она проходит в стенах Рязанского государственного медицинского университета. В программе более 40 докладов среди участников – специалисты из ближнего зарубежья и России. В медико-профилактическом корпусе Рязанского государственного медицинского университета актовый зал полон студентов, ординаторов и аспирантов – все они молодые специалисты, за которыми будущее. Темы, которые обсуждаются на 4-й Всероссийской научной конференции – инновационные технологии в медицине. То, что специалисты добились за несколько десятков лет, и на основе трудов которых будущие врачи будут строить свою практику. Один из самых главных докладчиков – Валерий Аракелян, профессор, кандидат медицинских наук. Научно-медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в котором он работает обычно проводит около 60 операций за 10 лет. Для сравнения, в зарубежных странах проходят около 15 операций за куда больше промежуток времени. В своем докладе Валерий Аракелян рассматривал случаи из практики. Он пытался рассказать о самых сложных. Например, в 90-х годах к профессору обратились родители 8-летней девочки Евдокии. У нее был порог дуги аорты и артерии, снабжающей головной мозг. Из-за этого у девочки постоянно держалось высокое давление, плохо работали клапаны сердца. Это могло повлечь за собой аритмию увеличения объема сердца, а из-за артерии в сосудах головного мозга постоянно было высокое давление. Без операционного вмешательства все это могло привести к разрыву мозга. Валерий Аракелян рассказал, что это была сложнейшая операция, которая закончилась успешно. Потом девушка поступила в МГУ. Совсем недавно она подарила своему врачу Валерию вязанный шарф. И таких пациентов было множество. И каждый запоминающийся. Моя основная цель была довести до уважаемых коллег, что не все лежит на поверхности. Что иногда, имея какие-то симптомы, которые, например, не имеют отношения к сердечно-суистой хирургии, человек может иметь нарушение глотания, тошноту, рвоту, либо иметь симптомы, связанные с органами дыхания. А на самом деле это обусловлено той аномалией, которая имеется в сердечно-суистой системе. Тема его доклада – врожденные аномалии аорты. Проблемы, которые редко встречаются, но лечить которую надо. Иначе последствия могут быть необратимыми. Другие темы конференции – саркодиоз, прошлое, настоящее и будущее, полиморбидность, проблемы 21 века, преддиабет, лечить или не лечить. Докладчики и слушатели прибыли с самых разных уголков России и стран ближнего зарубежья. То, что эта конференция интересна, говорит о том, что материалы конференции, которые будут опубликованы по результатам этой конференции, составили больше 300 страниц. Это говорит о том, что это людям интересно, они пишут на эту конференцию, пытаются выступать. То количество докладов, которые прислали, тоже достаточно большое. Это говорит о том, что людям интересно. Такие конференции стали уже традиционными. Они не обходятся и без помощи студенческого научного общества. В нем состоят ребята, которые также заинтересованы в проведении конференций и ценности их для остальных учащихся. Всегда приезжают много разных преподавателей из разных городов с очень интересными докладами, в которых можно узнать много для себя нового, новые стандарты в медицине, новые подходы к лечению различных заболеваний. Четвертая Всероссийская научная конференция молодых специалистов продлится два дня. В программе как доклады, так и мастер-классы и дебаты. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Движение по улице Краснорядская ограничат до лета следующего года. Это связано с реконструкцией торговых рядов. Она начнется 1 ноября. Работу планируют завершить к 1 августа на время их проведения. Парковка по адресу улица Краснорядская, 2 будет закрыта, а пешеходный переход перенесен. А вот ремонт Солочинского моста планируют завершить уже к следующей неделе. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев. По его словам, подрядные организации сработали достойно, немного опережая запланированный график. Рабочим осталось выполнить финальные работы. Нанести разметку, установить дилинеаторы, убрать строительные все отходы. Поэтому я думаю, что на следующей неделе мы движение откроем в полном объеме по мосту. Подрядные организации сработали достойно. Мы немножко даже раньше графика откроем это движение. Поэтому на следующей неделе, я думаю, затруднений передвижений по мосту уже не будет. Бабье лето в Рязанской области продолжается. На следующей неделе столбики термометра могут подняться до отметки плюс 15 градусов. Уже сейчас синоптики обещают ясное небо и теплый ветер. Чем опасна для природы такая погода, выяснила Дина Исляева. Лещ и щука попадались такие. Лещ под 3 кг и щука. Все свободное время Юрий с другом проводят в лесопарке. Рыбалка – любимые занятия. Ловят на удочки и жерлицу. У них летний сезон до сих пор не закрыт. С нетерпением ждут очередной волны потепления. На аномальное тепло по-своему реагирует природа. В лесопарке зацвела мокрица. Можно увидеть клевер и луговой василек. Вторую весну переживают отболевшие летом каштаны и рейнутрия богемская. Представитель, который прежде всего нетипичный для нашей Рязанской области, интродуцент. Часто в свое время этот вид использовали в озеленении, но он одичал и сейчас особо такого значения не имеет. Рейнутрия богемская цвести сейчас не должна. Однако большой куст радует проезжающих по горбатому мосту. Мне приходилось видеть вторичное цветение конского каштана. Мне также отдельные экземпляры цветущей вишни и яблонь и фиалок. Безусловно, вот такие тоже перепады могут сказаться нежелательно на растении. Синоптики в своих прогнозах такие формулировки, как бабье лето, не используют. Однако признают, неустойчивая погода – один из признаков межсезонья, а очередное потепление уже не первое этой осенью. Под влиянием антициклона в Рязанской области до конца этой недели сохранится теплая солнечная погода. В ночные и утренние часы из-за малооблачности температура воздуха будет понижаться до минусовых значений. Но днем воздух хорошо будет прогреваться до плюс 11-16 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется на 2-4 градуса выше нормы. На следующей рабочей неделе сохранится преимущественно сухая теплая погода, соответствующая по температурному фону в середине сентября. Если этот прогноз оправдается, эту осень по праву можно будет считать аномально теплой. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанка завоевала золото первенства мира по рукопашному бою. Ее соперниками были более 300 спортсменов из 14 стран. О впечатлениях от победы и своих тренировках Валерия Евсеева рассказала нашей съемочной группе. Победить на чемпионате мира по рукопашному бою было непросто. Валерия Евсеева, чемпионка, рассказала, что перед соревнованиями был жесточайший отбор. Сначала первенство России, все бои которого прошли за два дня, а затем, через семь месяцев, чемпионат мира. Это прежде всего адреналин, который постоянно кровь наполняет и хочется все больше и больше тренироваться. Но когда проходят различные сборы, то есть это по две тренировки в день, тебе это постоянно вымазывает и приходишь домой очень уставшим, но на следующий день встаешь и идешь тренироваться, потому что надо. На чемпионат мира по рукопашному бою прибыли участницы из 14 стран. Тренировались все вместе. На группу девушек выделили всего четырех тренеров. Больше всего Валерии запомнился именно финальный бой. Ее соперницей была девушка из Пакистана. Курсант Академии Уфсин вспоминает, что они бились на равных. Валерии удалось выиграть пачка. С чемпионата она вернулась золотой медалью. Прежде всего, это мама поздравила. Я ей сразу же написала, что первое место заняла. Ну и, естественно, поздравили. Умничка, молодец, так держать. По рукопашному бою у девушки всего две награды с чемпионата России и мира. Такой маленький список достижений объясняется тем, что Валерия занимается этим видом спорта всего год. До этого девушка училась бразильскому джиу-джитсу. Когда поступила в Академию Уфсин, то этого вида борьбы здесь не оказалось. По совету тренера пошла на рукопашный бой. Начала ходить, усиленно заниматься, тренироваться. И стали, ну, так сказать, взлеты. Небольшие, но, тем не менее, взлеты. Тренер поехать с Валерией на соревнования не смог. Служба. Но всегда был на связи, поддерживал и давал советы. С победы ее поздравил один из первых. А теперь, когда девушка вернулась к тренировкам, все так же подсказывает ей и исправляет недочеты. Рукопашный бой – это смесь ударной техники и борьбы. И если со вторым пунктом Валерии помогли занятия по бразильскому джиу-джитсу, то удары пришлось ставить. Тренеры рассказывают, что начинали с нуля. Теперь Валерия показывает отличные результаты. Вместе с ней тренируются около 40 курсантов Академии Уфсин. Разный курс, возраст и пол спортсменов не мешает программе. Нагрузки у всех практически одинаковые. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату Уфсин России по самбо и первенству Центрального федерального округа по рукопашному бою. Изнуряющие тренировки никого не пугают. Наоборот, ребята ждут окончания учебного дня, чтобы вновь прийти в спортивный зал и начать занятия с разминки. А после спарринги – спарринги, спарринги. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в Центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok